В Москве прозвучали выстрелы на Кунцевском кладбище. Там было найдено тело мужчины с однестрельными ранениями. По словам очевидцев, перестрелка произошла между двумя криминальными группировками во время поминок. По некоторым данным, сам погибший также являлся участником одной из ОПГ. Почему он пришел на поминки и за что заплатил жизнью? Все подробности пытался собрать Андрей Романов. Территория Кунцевского кладбища сегодня с обеда закрыта для посетителей. Там произошла перестрелка. На месте происшествия следователи обнаружили одного убитого. По данным некоторых СМИ, это некий Игорь Белов. Якобы в свое время он состоял в рядах Солнцевской ОПГ. Известно, что сама стрельба произошла во время поминок. В распоряжении нашей редакции оказалась эта любительская съемка. Кадры сделаны на месте происшествия. Некоторая территория здесь ограничена сигнальной лентой, которую используют криминалисты. Тут же стоит фургон Следственного комитета. А вот и стол, на котором стаканы и пластиковые бутылки. По некоторым данным, ЧП случилось во время поминок. В нескольких метрах от него тело жертвы. Не исключено, что мужчина пытался спастись бегством от киллеров. В него, как сообщают очевидцы, сделали от трех до семи выстрелов. Пришли одни поминать друга, а другие тоже пришли. Ничего-то там не поделили. Предположительно, все случилось неподалеку от могил двух лидеров Кунцевской преступной группировки, которые были убиты 3 октября 1996 года, сообщают СМИ. Был ли погибший в компании тех, кто пришел на поминки, предстоит выяснить следователям. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105-й убийства. По данным следствия, днем 3 октября 2017 года на территории Кунцевского кладбища в городе Москве местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с удержанными ранениями. Подробности правоохранители пока не раскрывают. Охрана кладбища и вовсе решила, что расследование должно проходить в атмосфере строжайшей секретности. Люди в форменной одежде долгое время удерживали нашу съемочную группу на территории. На каком основании меня удерживают? Что скрывается за странными порядками секьюрити, непонятно. Только вот о перестрелке они и сами, похоже, узнали от очевидцев. Полицию вызвал кто-то из посетителей кладбища, а вооруженные люди, устроившие перестрелку среди могил, видимо, ушли незамеченными. Андрей Романов, Александр Стенкевич, Кирилл Крючко. Вести, дежурная часть.